А, Б, С, Д, квадрат. На сторонах А, Б, С, С, Д и Д, А взяли, соответственно, точки А, Б, С, Д, как показано на рисунке, и провели отрезки А, Б, С, С, Д, и Д, А. Докажите, что сумма длин отрезков А, А, Б, С, С, и Д, равна удвоенной стороне квадрата тогда и только тогда, когда сумма площадей треугольников А, 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 2, Б, С, 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 и Д, Д, А, Б, С, Д, Д, равна площади внутреннего четырехугольника А, А, Б, С, 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 и Д, 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 Задача в высшей степени легкая. Смотрите, достаточно рассмотреть площади треугольников А, Б, Б, С, 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 Д, Д, штрих, Е, Д, А, штрих. Когда мы их сложим, то будет покрыт квадрат, кроме центрального четырехугольника, который нас интересует, но зато треугольники, которые нас тоже интересуют, будут покрыты два раза. Центральный четырехугольник А, Б, Б, С, 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 Д, Д, не покрыт, а зато вот эти вот треугольники А, 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 Б, 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 С, 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 Д, 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 покрыты дважды, поэтому мы должны их лишний раз написать. То есть мы пишем площадь квадрата, вычитаем площадь центрального четырехугольника, но еще должны прибавить площади вот этих треугольников. Отлично. А теперь смотрите, в левой части у нас находится площадь квадрата А, Б, С, Д, Д тогда и только тогда, когда сумма длин А, Штрих, Б, Б, Штрих, С, С, Штрих и Д, Д, Штрих равна удвоенной стороне квадрата. Ведь в самом деле площадь треугольника прямоугольного – это половина произведения его качеств. У прямоугольного треугольника, например, А, Б, Б, Штрих, одна сторона А, Б – это сторона квадрата, такой катет, а другой катет – Б, Б, Штрих, ну и произведение катета длить на два. Ну и точно так же у треугольника С, Д, Д, Штрих, у него есть сторона С, Д, равная стороне квадрата, и сторона Д, Д, Штрих, и опять наделись пополам. Так вот, это самое пополам сокращается с тем, что у нас в условии написано 2А, Б, и получается, что условие про сумму длин отрезков А, А, Штрих, Б, Штрих, С, Штрих и Д, Д, Штрих выполнено тогда и только тогда, когда в левой части нашего равенства стоит в точности площадь квадрата А, Б, С, Д. Эта величина площадь квадрата должна равняться сумме площади, а задача ровно рядом утверждает.